Ребят, ну что, всем привет, вы на канале ГАЗ И сегодня в преддверии матча на спорте Я подготовил три вопроса, которые задам им Игрокам Амкала и тренеру Также три вопроса зададут и мне Посмотрим на их ответы, поехали Братик, в преддверии матча на спорте Ответь, пожалуйста, на три легких вопроса Брат, ну смотри, сейчас А что за канал? Бэдбойс? Ни в коем случае Сейчас вы в одной команде с Майком В прошлом матче ты хотел разбить ему ебальник Кому хочешь разбить сейчас? Так, а кто там? А я просто по именам там не запомнил, там сложные Слишком игроки, я их не... Ну кому-то есть вообще желание? Ну текилю можно чуть набросать Понял, кто тебе неприятен на спорте? Может пару человек есть такие, которые может много говорят Или в целом тебе их образ неприятен? Ну этот Безалкогольный напиток только есть Как оцениваешь нашу форму? Слушай, хорошая, сейчас вот видно в пасек все Ангромесси, китака, все здорово Кленчик подключился Человек ушел от ФИФы и начал здорово тренироваться И сейчас он в команде один из лидеров То есть его пасы кроме него никто такие делать не может Согласен Братик, если нетрудно встанешь В преддверии матча на спорте Три легких вопроса Что для тебя значит, ты играешь против бывшей команды? Игра с братом И не с бывшей командой Хорошо Ну кто, ты же был на спорте? Ничего, брат, каждый играет Последний, смотри, второй вопрос Последний матч Амкала на спорте У тебя была стычка с чужим Ага Жалеешь ли ты об этом после знакомства с ним? То, что вы сейчас вместе в одной команде? Нет Мы с ним знакомы, да, можно Ну, ты жалеешь, что так поступил? Или ты сделал то же самое? Нет, не жалею Все, понял И третий вопрос Ты играешь против брата Переживаешь ли ты за его игру? Или будешь думать только о своей игре и о победе на спорте? Только о своей игре и о победе Я больше переживаю за команду нашу Ну, слушай, я вот так привкушаю, что опять что-то вы можете с братом придумать интересно А? Может спойлер какой-то? Не, тут все серьезно Тут уже, знаешь, как кипение такое идет Даже, мне кажется, по интересным ситуациям Ну, возможно Очень много подогрева Подогрев, все на взводе Чувствуется, да, на тренировке вот эта атмосфера И они, и они, вот это текила там накидал слов Все Как вы относитесь к главному тренеру на спорте, к профессиональному плане и человеческому? Нормально, потому что это бывает, конечно, моменты, которые, может быть, я бы этих моментов не сделал Но в целом хорошо За счет чего у команды на спорте есть маленькие шансы выиграть Амкрав? Ну, это надо, наверное, у них спрашивать Я не знаю Есть у них, опять же, неплохие игроки В середине поля, которые могут сделать диагональные передачи Ну, любые передачи Есть у них, опять же, краб, который может исполнить штрафной Вот, то есть определенные игроки есть Ну, а как они будут играть и смогут ли они там что-то противопоставить Это уже я верю, что это проблема их команды Третий вопрос Как раз он вытекал и сказали, выделите трех игроков в спорте, которые более опасны для нас Ну, я уже назвал, наверное, Крапивникова Все-таки, наверное, выделил Тарасова Наверное, Володю XXL Это, опять же, два этакущих игрока И тот человек, который может, опять же, отдать передачу Тарасова Я имею в виду, наверное, любую передачу Сам пробит, высокий рост Головой неплохо играет Поэтому, наверное, вот этих игроков будет Ну, привет Ну, привет В примере матча на спорте Три легких вопроса для тебя Три легких, коварных вопроса Ну, не коварных, но Будешь ли ты особо жестко играть в этой игре? Как всегда, нет, почему? Жестко, но не грубо А ты грубо никогда не играешь Ты играешь именно грубо Не, ну, аккуратно, чтобы никому травму не навести Разговоры разговорами, но здоровье важнее, все равно Второй вопрос Что думаешь о том, что на спорте очень много говорят Но даже на пресс-конференции медиалиги Из тех, кто говорил, никто не появился Слушай, ну, я не был на пресс-конференции медиалиги Поэтому не могу прям адекватно ответить на этот вопрос Они много энергии потратили на разговоры в нашу сторону Сложно распыляться Когда ты, тем более, команды не медийные Тяжеловато, у тебя мало людей Которые могли бы вкидывать И, ну, станут когда-нибудь медийные команды Наверное, будут посещать все мероприятия Справедливо И третий вопрос, очень легкий Как оцениваешь футбольные науки ты жив? Слушай, я думаю, даже отдельный ролик сделаю Карточку его создам Там и посмотрим Надо разобраться все-таки Так с плеча рубить не стоит, конечно С виду кажется, что посторонний человек Не он проходил, будь седали, вышел на поле Ну, надо разобраться А вдруг и нет Вдруг это кажется Все проверим Генн Владимирович, ну, втянул ты всех вообще В эту заварушку Поэтому в преддверии матча на спорте Три легких вопроса для тебя Погнали Твои ожидания от этого матча? Нужно обязательно победить Хочется красивый футболь показать И поставить на место Все очень просто То есть так все просто? Да, да Хорошо, второй вопрос Твое личное мнение о Текиле? Саня, мне кажется, во всем этом Саня очень веселый парень Правда Ну, я к нему точно не испытываю Какого-то негатива Но меня очень Забавляет то, как он бифит Ну, то есть, типа Мне прям очень рофильно Очень смешно это Потому что у него Его аргументы всегда Очень-очень забавные И плевать, что они расходятся с фактами Пофигу Но он вкидывает, видишь, но все равно Это поджигает, правильно? Мне кажется, что не будь Текилы Матч был бы максимально скучнейший Учитывая, что там звезды, другие Вообще даже не рядом с полем То есть они только на обложке YouTube? Ну, например, да Ну, то есть, типа, там Я бы с удовольствием Я могу написать что-нибудь там Дане Милохина Но он не приедет Он даже не знает, наверное, что матч 17-го числа Понял Третий вопрос Одни из главных звезд команды на спорке Как и в футбольном, так и в медийном плане Краб и Володик с XL В последнее время попадают в какие-то казусы Не очень приятные ситуации Из-за этого Майк попадает в казусы С прохомом даже Ну, вот твое мнение, что ты думаешь об этом? Ну, ничего, что я думаю Я, наверное, ну, я видел видос Егорова Где он про молодые рок-звезды Все дела Рок-звезды Ну, ты как? Не осуждаешь? Или ты думаешь, что это там возраст? Или у ребят просто сорвало крышу от денег и слабы? Ну, я не хочу быть этим старым чуваком Который такой О, наш Да не, я тоже был раздолбаем Просто у меня в их возрасте не было ни денег, ни слабы Вот, поэтому Ладно, а такое просто А салют ты любишь? Салют люблю Салют люблю, но не в жилом квартале В квартале, где живет Давыдович, который потом петухами будет называть за такие вещи Ну да, он, по-моему, сказал, что это петуши не подступ Пару вопросов за кадром Где-то сезон назад Я думаю, ты бы, по крайней мере, шли такие разговоры, что ты можешь подписать Володю XXL Я, кстати, не знаю, откуда эти разговоры Володя это вбросил на конференции Я ему не предлагал Ты никогда не хотел? Нет, я никогда не предлагал Володе контракта Ты бы хотел? Ну нет, мы думали о том, что когда мы искали форварда Но дело даже до какого-то конструктивного Ну, то есть даже среди команды это не обсуждалось Ну, то есть я вообще рассматриваю всех-всех-всех, кто только существует То есть, ну, условно, он был просто в шорт-листе каком-то Ну, да-да-да, конечно Ну, можно сказать, все, кто играют в медиафутбол Ну, кто участвует на МКС, они все априори в шорт-листе То есть я сразу же за всеми слежу Ладно, продолжу фразу Я точно видел этот видос Если Володя XXL это хорошо как центр-форвард То это что? Ну и я Это охуенно Для тебя вот это особенный матч? Не совсем Я же доводен Чуть выше среднего Чуть выше среднего, но я думаю, в команде есть для кого это более принципиально Кому есть за первую игру ответить Смотри, много тебе задают вопросов по поводу контракта Все мучают тебя Этот матч может повлиять на твое решение? Нет Это уже, наверное, решится до матча Мы встретимся, пообщаемся Смотри, ты общаешься со многими игроками на спорте О чем вы говорите при береме матча? Как не подкалываете, может подогреваете так же, но просто внутри? Ребята чересчур уверены То есть у кого-то может быть это образ в интернете У кого-то я это в личной жизни каждый день слышу То, что мы вас вынесем Мы вас просто там уберем Как-то, я не знаю Я просто смеюсь Понял, ну смотри, раз такая пошла пьянка и веселье Ты готов сейчас позвонить Крапу или Володе и сказать Давайте спор на 50 тысяч рублей на победу На хороший ресторан, на хороший вечер Блин, телефона нет Ну готов в целом, мы сейчас пойдем Ну нет, 50 тысяч я не могу так просто поставить У меня сейчас там переезд Ну давай я тебе помогу, хочешь половину наполовину с тобой? Ну давай, и они по 25 Да, и они по 25 Все, поехали Вот долгожданный звонок Звоним Крапу Посмотрим, ребята готовы И насколько они уверены, если дела коснуться финансов Недоступен Чуваки, короче, я сегодня встречусь Не знаю, с Володей, с Крапом точно И мы запишем, я запишу видео Как он либо соглашается И спор наш действует Либо как они сливаются с Володей И сохраняют себе бабки Да Но показывают свою неуверенность Да Я приехал к Крапу Мы, как я и говорил, смотрим квартиру Думаю, увидите, в каких условиях И гасилин положил поспорить на 50 тысяч Я с Гасом по 25 И ты с Володей Так что Володя точно не играет Не буду То есть не 100% Что тут и не играют Поэтому Я слышал, да, что у Володи температура Поэтому Сейчас никто ответа никакого не даст Ждем, как Володя по состоянию Поэтому Опять ждем чего-то Просто ждем Это будет первый для тебя большой медийный матч Расскажи свои эмоции перед ним И что ты ожидаешь Слушай, на самом деле Это правда Первый такой медийный Классный матч Наверное, можно говорить и дерби Потому что Сейчас в медиафутболе Если выделять Это Три Кита Это Амкал 2D И на спорте То есть это первая большая для меня проверка Я очень жду этот матч Очень много подогрева То есть мне будет очень интересно сыграть И доказать в первую очередь И себе, и нашим фанатам То, что мы номер один Ты предложил Мише Прокопу Поучаствовать в споре С крапом И сам принял в нем участие На 25 тысяч Настолько ты уверен в себе? Конечно Это показывает То, что я уверен Не только в себе Но и в нашей команде Я думаю, что по футбольному И во всех планах Мы сильнее И должны это доказывать Как считаешь Если выиграете Что это будет означать Для медиафутбола? Полную доминацию Как есть Так и будет доказывать То есть мы должны Снова подтвердить То, что мы Короли здесь Вот и все Разговаривать можно много Но иногда надо людей Ставить на место Не только разговором Но и делом Поэтому На футбольном поле 17 числа На Сапсан-арене Все решится По сути Ты второй профик Который пришел Из большого футбола В медийный Есть еще один человек Он играет на спорте Дима Тарасов Будет ли для тебя Какой-то принципиальный матч Именно с ним Может быть Ты хочешь Быть лучшим на поле Потому что Будет уже два профессионала Все-таки И расскажи про это Слушай Я всегда выхожу на поле И хочу быть лучшим Я хочу, чтобы моя команда Побеждала А что касается Димы Тарасова Я к нему Очень хорошо отношусь Как футболист И как человек Который в медиапространстве Все равно не поджигает Ведет себя максимально корректно Понятно, что есть Какой-то спор И кто-то хочет И болельщики Посмотреть Кто профик Будет лучше Но объективно Нас оценивать тяжело Мы играем на разных позициях Но Наверное Какая-то Изюминка В этом матче С точки зрения Профессиональных футболистов Все равно будет Ну что, ребята Вот и закончился ролик Если вам было интересно То подписывайтесь Обязательно Пишите свое мнение Братик подготовил Классные вопросы Я его тоже Постарался спросить Если вам понравилось То оцените